Но, поскольку мастер-данные более подвижная, более такая вот динамичная вещь, а чем динамичнее какой-то предмет, тем государство с ним, в принципе, сложнее. То есть государство очень хорошо, когда такие вещи, которые принял раз, а не сто лет месяцев. Вот, там, хорошо. Кодекс Траполеона принял и до сих пор его будет. А вот с мастер-данными уже сложнее. По поводу мастер-данных есть мнение, что государство должно обеспечивать, опять же, мастер-данные, которые затрагивают всех. То есть, например, это данные топологического свойства, геоданные, фактически. То есть, где у нас улица, где у нас дом, где у нас регион какой. То есть, то, что позволяет привязываться к географии. Никто, кроме государства, это не сделает, СМИ у вас заверят. То есть, поскольку у нас есть очень многолетний опыт работы с государственными ненадресными справочниками, то есть, то, что раньше было в кладах, теперь ФИАС, можно сказать, что при всех недостатках этих справочников, например, адреса в них существенно более осмысленны, чем адреса в любого коммерческого провайдера, типа того же Яндекса, имеется в виду публично доступные. За деньги другая история. Но публично доступные, фактически, все равно ни в Яндексе, ни в Гугле, ни у нас на Бэкстрите не получится такого информации. Она будет еще хуже качественной. Это же самое касается таких вещей, как то, что связано с юридически обязательными вещами, то есть, каталог организаций и лиц, идентификация. То есть, вот эти мастер-данные, которые позволяют нам идентифицировать экономических субъектов, с этим работать. Дальше. Отдельный момент. Это мастер-данные, связанные с госзаконками. То есть, государство является, как таковым, и организацией, которые также участвуют в экономическом обмене не только в качестве регулятора, но и в качестве участника. И, соответственно, чем четче оно будет с мастер-данными с вами предметов, которые оно потребляет работать, тем всему рынку будет лучше и проще. Особенно, если я уже говорил, что это должен быть публичный процесс. То есть, был открыт достаточно. Вот здесь есть любимый риск Владимира на предмет того, что именно в этом месте очень часто случается сбой, когда пытается через мастер-данные манипулировать рынком. Ну, то есть, положим, что у нас есть один-единственный каталог всех предметов, которые закупают государство, и мы туда вписываем о том, что компьютеры бывает только с такой-то компанией, только с такой-то конфигурацией. С точки зрения здравого смысла, человек, который это сделал, должен быть поражен в правах на занятия государственной должности на всю оставшуюся жизнь. С точки зрения формальной, иногда это проходит. То есть, нет защиты полной, потому что те границы непонятны. Значит, соответственно, с бизнесом все понятно, он сам разбирается прекрасно с этими данными, его только выучить, разве что надо немножко, но он не заставляет что-нибудь делать. У него мотивов достаточно. А мы в основном говорим о платформах. И от платформ мы ожидаем, что они будут работать с мастер-данными и строить эти мастер-данные лучше, чем бизнес и государство. Потому что платформы, с одной стороны, они работают не на уровне какой-то отдельной компании, которая на свою маленькую долю рынка имеет. Я уже говорил, что платформы в основном на высоколепитных рынках, где большое количество участников, и никто не имеет деминирующую долю. Там, где деминирующая доля, там нет платформ, там монополия фактически очень быстро. Соответственно, ни один участник рынка не может работать за рынок в целом. Он ведь только свою маленькую картину. По сути платформы, кроме государства, кто смотрит на рынок целиком с одной стороны, и у которой есть конкретный шкурный интерес, чтобы эти данные были высококачественными с другой. Поэтому, на самом деле, идеальная платформа, она будет делать мастер-данные для данного рынка намного лучше, чем это делает и бизнес, и государство. Идеальный мастер-данные государства – это, в итоге, данные, которые придут к нему с платформы. Во всяком случае, в моем понимании, это так. И, соответственно, через эти мастер-данные, через добровольное использование, через свободное доставление к бизнесу и так далее, она интегрирует, выравнивает этот рынок и делает его более эффективным. Аналогичная транзакция. По моему истинному убеждению, государству не следует лезть в транзакции. Потому что транзакции – это огромный объем. Транзакции – это то, что реально тормозит. То, с чем надо справляться – это поток. Это очень большие потоки. И каждый раз на это государство лезет в транзакции, надо три раза подумать. Если мы разберемся, государство до давнего времени так и делало. То есть все сдавали отчеты какие-то, статистические и так далее, которые из себя являются свернутыми уже транзакциями, то есть уже аналитикой. И только в последнее время, так сказать, сбодренное новыми технологиями, государство полезло в транзакции. Она начала каждую бутылку ротки отслеживать, каждую шубу что-то у нас обещают, каждую пачку лекарств обещают, каждую пару ботинок обещают еще через два года, и вот так постепенно. Это означает… А, 54-й, по-моему, фискальные чеки, фискальные данные. Ну, очень сложно, я не готов говорить, хорошо это или плохо, жизнь покажет, есть свои плюсы и свои минусы, но общий смысл в том, что государство преследует свои сугубо фискальные функции, оно не преследует функции проанализировать рынок, оптимизировать экономику, определить сегменты приоритетного инвестирования и так далее. А платформа эти цели преследует. Поэтому, получается следующее, что у бизнеса, в транзакциях вся эта суть, он этим живет, он из-за того выводы делает. Они у него просто есть. Вопрос только в том, что у него хорошо построена аналитика, или не очень хорошо построена аналитика. Но у бизнеса есть транзакции только по его маленькой части рынка. В государство транзакции вынуждено, то есть оно скорее использует транзакции как механизм контроля, нежели как механизм управления, к сожалению. А для платформы совокупность собранных транзакций, если платформа правильная, если она достигла высшего степени своего развития и определенной степени доминирования на рынке, то в транзакции, которую накапливает платформа, образуются те самые знания о рынках, аналитические знания о рынке в целом, которые позволяют выйти на следующее уровне управления и говорить про управление рынком в целом, о необходимости инвестирования, о дисбалансах рыночных, о достаточности и избыточности в разных сегментах, о привлекательности и так далее. То есть это огромный объем данных, которые позволяют делать выводы, которые не сделают никакого старта. Ну и последний пункт, а то на то что касается технологических данных, с технологическим данных вообще всё очень интересно. Дело в том, что, как правило, с форматами технологических данных и так определение индустрии, более менее справляются сами, то есть если есть кто-нибудь, кто с электронной индустрией и технологиями хорошо знакомит с производством электроники? Вот, смею вас заверить, в производстве электроники есть совершенно четкое представление о том какие данные в каком формате надо отправить на электронное производство для того чтобы теперь через четыре часа ответили сколько стоит это произвести очень вот сама к этому пришли несмотря на то что не полная разница по форматам изобилия до производителей так далее они там мастер-кану не бьются и там идут уже какие-то такие согласования но это все тоже можно привести достаточно быстро к единому облику важно то что у есть вместо формата и в этом смысле государству здесь в общем-то нет особо государства определяет очень крупным такие вещи то есть например единая система конструкторской документации это и есть по сути некий формат рамочный который определяет тот набор технологических данных которые в принципе хорошо иметь дальше я уверен что по большинству сегментов бизнес сам прекрасно бежать по форматам а вот части технологических данных что могла бы понимать и должна была бы делать платформа это она должна стремиться к тому чтобы транзакции между участниками осуществлялись прямо на базе технологических данных который построен на базе обиды тех же нас и я их и тех же мастер-кану то есть что я давайте представим что я разработал электронный прибор мне нужно делать что я не рассылаю файл а я по походу загружаю проект своего прибора у меня проект стандартном формате достаточно выровнен у меня платформа образно раскладываю технологические возможности текущие те кто может произвести обменивается в этом формате с их инфрационными системами с приростным планом из участия человека и выдает мне конкретный результат потому что мне вот здесь вот когда-то смогут за столько здесь тогда на строке если я еще не страдать за саду или я просто говорю у меня лимит 50 долларов на парке в 5000 штук она возвращает результат 48 85 вот это производство завтра только да нет а может даже просто да то есть собственно на этом мы историю про данную суть заканчиваем как я уже говорил во всем что я рассказываю нету фактически ничего абсолютно достижимого дело в том что очень многие вещи которые сейчас пытаются решать искусством интеллектом они могут решаться и многими способами то есть мастер данные в частности как отдельная дисциплина айтишная имеет очень много разных решений направлений и способов для того чтобы работать с классифицировать данные по тем или иным мастерам то есть привязывать данные реально мастер данные соответственно сводить между собой разные мастер данные так далее и фактически это означает что большая часть таких транзакций имеется вы именно между бизнесами то есть между агентами она может быть на базе платформы вина по бесчеловечную форму достаточно быстро там не касается эстетики я уже и с микрофон сам вопрос я когда я достаточно быстрее на премию я и по большим данным чай я бы хотел бы найти на какую вещь которая немножко вызвала нет все правильно но только некий этап революции видимо другой первая вещь которую мы отмечаем по банковскому делу по бизнесу это первое что наверное время когда можно было ну там месяц сидеть писать красивую скульптуру данных конце или там вот опять уж ситуация или 5 лет оно прошло по сути скорость изменения и значительно повышается по сути это некая обратная сторона динамики бизнеса динамичный бизнес динамичные продажи сейчас новый год прошел и это его серьезнее поэтому скорее всего ситуация когда у нас будет достаточно времени чтобы сделать красивые элегантные сли которые будут все пользоваться наверное оно прошло и по прогнозу главное 80 процентов информации будет дальше идти вне структурирование в таком подходе с инсекционом частенько разработчики используют если говорить про айтишному некие революционные структуры данных и там строгая четвертую нормальную форму в которой написано где как и должно быть там все поделено но при этом крупные организации банки ритейлеры начинают работать с множественными данными например я делаю покупку в магазине мне нужны данные с видеокамеры что я там был данные с карты лояльности данные с товарной группы данные с финансовой транзакцией и все эти данные начинают составлять самую главную большую ценность в которой строится бизнес поэтому одной единственной базы данных одной единственной формы отображения их там структурированные графические нет и в этом смысле сейчас мы вправду приближаемся к турнику когда система начинает разваливаться сухи на тяжести а если является знаете даже что не то что помощью а скорее всего инструментом давления инструментом на обязанное правило игры то есть я придумал с ее я управляю конкурентами соответственно друг моим сеттим не подойдет они банкрот ряд государственных сетей просто на этом рассыпается вы знаете да там с семнадцатого года уже две крупные системы игры и площадка закупок и товара сейчас вирус регистр называли цепи ну как бы поэтому если и граница прогрессы и как технический инструмент да возможно он есть для небольших предприятий небольших трудах но если как инструмент вот электронного шейника для аварийных конкурентов для государственных вот это волюшка только что начинается можно я отвечу тебе да значит вы мне сейчас напомнили о том что у кошки вообще очень невкусно особенно если готовить не умеет проблема заключается в две первое катастрофически путают НСИ с Мастердамом вот просто путают и все вот вы считаете что товары у ритейлера НСИ? нет а что у ритейлера НСИ которые меняются динамично три раза в год я сейчас нет микрофона ну вот нету ритейлера НСИ которые меняются по десять раз на дню ну нету поверьте ни у одного ритейлера НСИ таких нету потому что это бизнес цели долгосрочные под которые НСИ выстраивались это раз второе как бы тенденция у нас просто очень много профессионального общения именно с людьми которые из Бигдаты значит они очень очень сильно удивляются то есть люди которые из Бигдаты когда с ним начинают слушать про качество данных структурирование и так далее они знаете что делают они вот так вот стеночку вот так ставят за них прячут я в домике вы нам что дали на вход вот мы дой переработали если что-то не так то вы вот там дайте другое что будет так и мы это переработали и будут другие выводы и когда мы приходим мы говорим начинаем ну дети ну ребят ну это же надо структурировать ну надо же понимать что у вас не привязаны полностью транзакции с полным общением неизвестно кто кому чугло вы какие выводы из этого собираетесь делать и дальше идут статистические методы буква А в названии товаров встретилась 3 миллиона сто восемьдесят три тысячи раз а буква Б 4 миллиона пятьсот двадцать тысячи раз какие выводы из этого можно делать понимаете поэтому тут вопрос я вам отвечу очень просто концепция не устарела раз базы данных остаются их много разных и количество данных растет и появляются и видеоряды и так далее но при всем при этом если вы этот видеоряд не привязали нормально по точке продажи то есть мастер данных потому что точка продажи это мастер данных то вы не можете никак связать этот видеоряд с какой-то там с какой-то конкретным моментом с кассой и так далее и ничто вам не поможет потому что этого не сделали в принципе нельзя инализировать информацию которой нет поэтому вопрос такой такой следующий я не знаю честно говоря насчет Гартнера и 80% данных они скорее всего имеют ввиду то что очень большое накопление данных идет непривязанный такой сектор привязанной форме то есть а-ля цифровой след транзакции в интернете и так далее которые не имеют четкой идентификации и привязки к там каким-то серьезным мастер данным не потому что невозможно не хочет не поделать но что невозможно в принципе то есть пришел залетный человек и привязать его к конкретной личности очень сложно и таких данных действительно очень много но когда мы говорим про бизнес первое это то что надо понимать вот эту самую структуру просто понимать ее как класс второе каждый раз когда ты делаешь работаешь с транзакциями непроизвольными надо понимать зачем ты это делаешь это приведет чем дальше делать вот и третье я хотел хотел отметить что у нас в россии на самом-то деле по нашим наблюдениям вот это сама уровень осведомленности о общей структуре данных о мастер данных о правильном управлении данных и так далее поэтому когда мы разговариваем с коллегами западными мы видим немножко другую картину там никто не говорит о том что нам мы провинции не забыли мы будем этим заниматься мастер данные сейчас идет дискуссия знаете о чем в этом мире идет дискуссия о том что теперь мастер данные надо модифицировать переход от учета единицы как виртуальные единицы изделия до единицы каждой выпущенной потому что это интернет оффсинкс соответственно каждый из них порождает целый информационный след и его надо куда-то привязывать иначе мы ничего с этим не сделаем и сможем вот это вот реальная дискуссия я надеюсь что я ответил на ваш вопрос спасибо вы очень точные некоторые моменты подметили и я вам очень благодарен за него да у меня вопрос есть на последний план с нами и платформы в принципе все идеи в финской работе когда одна платформа а когда платформа много то в принципе возникает та же самая проблема что сейчас много бизнесов где есть крупные корпорации которые публикуют свои инвестиции ну вот вопрос именно как они могут между собой вы замечаете или не решается решается этот проект понял смотрите я с самого начала говорил у меня есть некое свое представление в будущем мире которое может быть не совсем синхронно с я уверен что платформы эффективные платформы могут быть только достаточно узкозаточенными в определенных секторах экономики то есть можно построить платформу вокруг не знаю машиностроения сельскохозяйства пищевой промышленности легкой промышленности и только я не уверен что эти сектора можно одной платформой охватить то есть это какой-то достаточно сам то есть во всем многообразии экономических взаимодействий есть такие вот зоны такие скученные где люди более интенсивно взаимодействуют друг с другом чем с окружающими миром и вот там в первую очередь должны быть платформы вот такие высокоавтоматизированные и в этом смысле возникает следующий момент первый взаимодействие с платформой другого сектора но там получается такая история о том что поскольку взаимодействие с платформой в другом секторе касается совершенно другого набора вообще сущностей то например на предприятии у меня по профилю своему взаимодействию с машиностроительной платформой а по обеспечению персоналом с кадровой платформой а по очистке цехов от грязи и офисов с платформой которая обеспечивает клининг какие-то услуги и так далее я во всех этих трех платформах могу работать в разных совершенно информационных плоскостях и у меня даже внутри эти плоскости фактически не встречаются они встречаются на уровне учебной системы это раз и второй момент это когда в одном секторе 2-3-4 борющиеся таких платформы возникают нормальная конкурентная ситуация но некий парадокс заключается в том что когда они борются каким-то более-менее смыслом образом то качество вот эти все информационные начинки качество платформы и клиент в конечном итоге выбирает то что более совершенно раз второе существуют всегда способы когда у вас допустим там 30 там не знаю один миллион записей в конечном итоге если вам это интересно рассказать такие механизмы вы можете один миллион записей на одной платформе один раз связать с одним миллионом записей мастер записей на другой платформе и на этом обеспечить себе прозрачность полную традиционную между ними и более того возможно они сами себе это сделают сами же собой то есть а если вам необходимо каждый раз привязываться то это вот более автоматические истории поэтому я здесь не вижу большой проблемы между секторами этой проблемой просто скорее всего нету а внутри сектора я не верю в том что платформ будет много то есть я считаю что где-то от одной до трех на каждый сектор может возникнуть больше просто не по месяцу то есть для большего количества коней на этой поляне корма нет география а что с географией страны разные но понимаете дело в том что страны разные переход платформы через границу это очень болезненный момент то есть это платформа как строительство смотрите ребята в зависимости от того какой экономический контур мы там рассматриваем если мы даже в глобальном формате посмотрим то в большинстве индустрии не сложится десятка платформ конкурирующих просто физически не сложится любая из платформ которая достаточно эффективно выстроена она очень быстро во-первых захватывает то есть у нас там на сегодняшний день во всей этой тематике пионеров связанных с токсичными перевозками у реальных конкурентов 4 а остальные скорее всего могут кто-нибудь еще что-нибудь сделать но это вот на весь мир а чем уже мы берем сегмент тем меньше их там будет просто естественным образом они не успеют кто-то встанет в позицию доминанта и будет за счет своей уже высокой эффективности просто поедать остальные сегменты 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 в других странах и так далее здесь все зависит на мой взгляд упор про платформы был и здесь платформы задачи НСИ никак не решают это вот мое глубокое убеждение в том что то что про НСИ это вопрос в первую очередь в людях понятия как предыдущих рассказывал про понятия и про смыслы и как раз это про это и может быть одна платформа но там пациентный хаос в части НСИ что даже в рамках одной платформы процессы не выстроены и все понимают 10 одинаковых справочников которые описывают одну сущность а может быть 10 платформ но они между собой программ сконфигурированы и там выставлены процессы управления справочниками и введение этих справочников выявление дублей и так далее что никаких там проблем с сигнализацией не существует то есть я бы все-таки предложил вопрос может быть все-таки имеет смысл смотреть не в сторону платформы а в сторону регламентов и бизнес-процессов в моем представлении на сегодняшний момент у нас нет альтернативы человеку если мы не структурируем это пространство то есть у нас есть два варианта первый вариант мы оставляем человека строим marketplace и ее решается там поиск того что им нужно этот вариант и так нам придется использовать потому что люди не всегда в состоянии формализовать свои потребности ну B2C рынок например девушка в вашем платье себе ищет она вам объяснить не может даже словами чего она хочет тем более формализовать на любом неизвестном языке цифру а мы говорим я говорю в первую очередь про транзакционную между компаниями B2B в первую очередь организацию бизнеса я говорю следующее о том что нужно выкинуть оттуда человека человек не берет взяток робот не берет взяток робот не спит робот принимает рациональное решение робот всегда действует тем правилам который будет и на текущем уровне заменить человека чем то что можно вот так вот человека изъять это что будет точно так же работать эффективно как минимум как человек а лучше больше мы не имеем возможности но мы но мы не имеем возможности в рамках определенных секторов отравнять сектора так чтобы для роботов это стало приблизительно чтобы робот понял о чем речь чтобы два робота между двумя хозяйствующими субъектами могли договориться хотя бы там по цементу гайкам и поршням от мопеда как только мы вот это делаем у нас эффективность резко транзакционная вырастает у нас человек исключается и у нас тут просто надо возвращаться к предыдущей лекции я так понимаю с нами не были в прошлый раз в прошлый даже раз я рассказывал о том какую платформу мне бы хотелось видеть на рынке для того чтобы у нас экономика более эффективнее стала но общий смысл следующий это просто инструмент который на тех рынках где это позволительно и где-то возможно где конечная область позволяет роботам понимать друг друга без переводчика без человека без искусственного интеллекта без непредсказуемых нейронных сетей которые там непонятно тренировали всякие разные результаты дают и построить систему которая будет очень быстро формироваться между действующими сетками я ответил на вопрос в первых движениях нет нет не ответили я все таки здесь вообще в другую сторону да мы все в разном в разном то есть эти смыслы создаются людьми НСИ описывает смыслы и понятия которые создают люди соответственно когда НСИ не описывает смыслы и понятия вообще НСИ структурирует НСИ описывает атрибуцию смыслы и понятия описывает мастер данных НСИ как в моем понимании это общее понятие которое подняет и атрибуты и мастер данные я предлагаю вам срочно оправдывание для того чтобы база в этом вопросе это очень серьезный вопрос который очень сильно влияет на эффективную ситуацию это вы и